Андрейка Алёна, если говорить коротко о себе, исследователь нашей ведической культуры, землян, автор книги «Чаровное сыроедение», целитель, математик, ну и в целом человек. Это если коротко о себе. Если мы говорим о нашей культуре, то естественно у меня несколько курсов сейчас запущено, и вообще знания по крое-шитие нашей обережной одежды, это один из крупных курсов, которые я сейчас веду. Ну и в целом, когда эти знания я доставала из уже давно забытых источников, книг, которые 16-17 век, естественно, которые сейчас на полках не лежат, но их приходится выуживать в очень старых закрытых библиотеках. Это было такое приключение незабываемое, потому что с такими книгами, если связываешься, то нужно знать, во-первых, как с ними работать, потому что там все в ключах, все на старых языках, и, конечно, когда изучаешь это, многое еще приоткрываете. Это один аспект. Второй, конечно, когда я коснулась книг, закрытых по тематике, по сакральной, оказалось, что самые-самые тайные знания, как ни странно, по кулинарии, потому что кулинария, она управляет вообще в целом, питание управляет всей нашей биологией, управляет всем, что у нас есть, всем нашим гормональным фоном. Если гормональный фон мы знаем, как контролировать и как его управлять, мы можем изменяться. То есть это и процесс омоложения, и процесс становления взрослых человек. То есть можно ускорять рост, например, свой акцепитальный, но это имеется в виду постоянный рост, который не заканчивается 24 года, как у среднестатистического человека. Ну или, например, гормональным фоном можно управлять, например, выращиванием неких органов, то есть чтобы сердца было два, чтобы печени было два. У нас раньше были парные органы. И оказалось, что через питание, волшебное, будем так говорить, питание, всё это можно сделать. Естественно, когда эти знания потихонечку стали приходить в мою жизнь, сначала началось одного, потом пошло другое. Небольшую толику знаний я открыла в своей книге «Чаровное строение», которую несколько лет назад написала. Ну и в целом, конечно, когда касаешься нашей культуры, выходит и древнеправославное строительство, которое курсы я тоже запустила, но совсем недавно. В целом, если говорить о древней культуре дополнительной ещё, вся моя жизнь, наверное, сейчас подчинена некому правильному курсу, который я через себя пропускаю и стараюсь всё проверить, потому что невозможно людям давать какую-то информацию, если ты сам не являешься докой, не разбираешься в этом. Естественно, методом проб и ошибок достигаются некие результаты. Вообще, на самом деле, это было очень интересно, обнаружить в себе эти знания, потому что, во-первых, я помню себя с самого, как я родилась. Я помню это. Во-первых, я помню эти холодные весы, на которые меня положили, когда я родилась, когда меня взвешивали. Торезий, боль в глазах, дикая, потому что нормальные дети, домашние, они, конечно, совершенно другие, они не перепуганные этим миром. И в роддоме как? Ты родился, и тебя сразу взвешивают, обтирают, обмывают, делают все процедуры, но якобы младенец без них помрёт. На самом деле, это ерунда полная, поскольку это не так. У меня опыт домашних родов. Я знаю, о чём я говорю, и всё хорошо. То есть здесь суть такая, что да, я помню все свои впечатления. И на будущее, если у кого-то встает вопрос, как рожать, хотя бы попросите, чтобы приглушились. Потому что когда ты из маминого лона выходишь, и там тепло, хорошо, уютно, вкусно, хорошо. Прямо настолько, что выходить не хочется. И тут яркий свет, холод, дикие, иголки от холода весов, на которые тебя кладут. Ну и все остальные приключения, которые делаются с ребёнком, они, конечно, не могут не впечатлять. То есть я помню, как я родилась. Я помню, как мои родители переезжали из Ростова-на-Дону, где я родилась в первом роддоме, в Краснодарский край. И пока они переезжали, вещи переносили. Меня держала бабушка старенькая на руках. Я помню её черты лица. Мне было год и два месяца. То есть я с момента... Вообще все дети, все дети должны это помнить. Это норма. И не просто нашу жизнь они должны помнить. Они должны помнить жизнь прошлую и позапрошлую. И все свои воплощения они должны помнить. Это нормально. Знаете, слово «помню», оно как-то неправильно. Я просто знаю, я проходила это. Это как опыт моей теперешней жизни, которая длится с прошлой жизнью сюда. Я всё это помню. Я помню, как я воплощалась. Я сейчас расскажу. Это увлекательное мероприятие. Кто помнит, как он воплощался, всегда у каждого по-разному. Кто вспомнил своё воплощение, они, конечно, по-разному всё. У каждого своё. Но у меня было вот как. На ощущениях, на тонком знании. То есть я знала, я думала, что все так рождаются. То есть у меня было знание, что я просто пришла через маму определенным путём. То есть моя душа так-то, так-то делала. И я думала, что все так. То есть я не понимала до определённого возраста, что это не так, что у других по-другому. Что есть люди, которые рождаются, ничего не помнят. Причём они не помнят не просто совсем ничего. Они вообще ни детства, ни прошлого, ничего, никакие жизни не помнят. И для меня это был шок. То есть у меня было потрясение, когда я в школьном возрасте, у неё было порядка 12 лет, и я узнала от своей подружки. Ну до этого как-то я ни о чём таком не спрашивала, потому что я думала, что все это помнят. Вот. И тут я узнала, что она ничего не помнит. Я у мамы спросила. Она тоже говорит, да и детство-то не помню. Папа, соответственно, тоже. Ну то есть с возрастом я стала понимать, что это какой-то исключительный случай. И если я начну всем об этом говорить, то Кащенко ждёт меня. Ну то есть психбольница и лечебница, и всё вместе. На самом деле, вот если вспомнить о моём рождении, я помню, что моя душа была встроена как в такую энергосвязь с другими душами. Вот как будто бы твоя мысль, твоё чувство и идея, это как вот связь нейронов. Вот ты только один нейрон что-то сгенерировал, и миллиарды нейронов головного мозга всё тут же знают. То есть как будто бы не надо ни с кем разговаривать. Это тонкое такое чувствование, что ли, осознание, что ты в взаимосвязи вот с другими душами. Это реально вот так. Это как искра осознанности. Она здесь и сейчас на миллиарды доли секунды она уже присутствует во всех таких же, как и ты. И там не надо разговаривать, не нужно мыслить, не нужно чувствовать отдельно, выказывать это как-то, как мы делаем в физическом теле. Для того, чтобы передать эмоцию, мы, естественно, мимику там напрягаем, голос как-то правильно ставим, а там ничего этого не нужно. То есть твоё знание, оно тут же и здесь, и сейчас становится знанием всех таких же, как и ты. И когда я стала говорить, что я смотрела на землю сверху вниз, я видела землю, это прям реально шар, ты смотришь на неё. И я думаю, ну мне туда пора, мне зачем-то туда нужно было, да я чувствовала, что мне нужно. Зачем, непонятно. И вот все, кто такие же, как я, души, они мне говорят, зачем тебе эта земля, зачем? Пусть они сами там разбираются, тебе-то что там делать? Говорят, да нет, мне туда надо. И они не то что с сожалением, но с таким, ну хорошо, ну возвращайся. Мол, мы ещё поговорим, ещё увидимся, всё встретимся, всё будет хорошо. Знает, как выглядит электричество. Вот ты находишься вот в таком поле, как бы, я даже не знаю, как переливающиеся, вот кончики пламени огня, вот фиолетовые, вот в такой субстанции ты находишься, состояние, где души, они как отделены друг от друга, но они в тонкой связи. То есть ты находишься в субстанции, где вот все эти души есть. Я, по крайней мере, это видела и чувствовала так. Это настолько приятно. В твоей точке сознания, вот как во сне, ты же сразу в сон попадаешь, ты можешь увеличить расстояние до объекта, ты можешь уменьшить. Вот так и со мной было. Я нахожусь в состоянии контакта со всеми душами, кто ещё идёт там на воплощение. И моё сознание привлекает как бы мысль о земле, и ты мгновенно находишься как бы на её поверхности. То есть это как такой зум, хоп, и ты находишься рядышком с землёй, ну там на расстоянии, так что ты можешь улицы рассмотреть, люди, которые ходят. Нет вот этого, у нас время, место и расстояние, это условные единицы. Этого нет. Это на самом деле нам навязали, что там световые года. Да, они, может быть, есть условно, потому что всё равно, если ты на реактивной тяге в космос отправляешься, до тебя там ого-го сколько жизней, чтобы добраться до какой-то другой звезды. Но у нас же были телепортации, у нас были мгновенные превращения, из одного состояния в другое. То есть мы могли мигрировать, не опираясь только на свои физические показатели. А нас привязали к физике и сказали, что мы условно такие, какие есть, для того, чтобы мы на атомы не расщепились, мы должны условно быть вот так всегда. Но это неправда. Мы можем, привлекая своё сознание к определённой точке мироздания, оказаться там. То есть вот эти все перемещения невозможны, но почему-то нас заставили забыть об этом, убедились, что это невозможно. Но это факт. То есть мы все способны перемещаться. Вот когда я там находилась, я поняла, что я увидела улицы, я увидела людей, которые ходят. То есть я увидела, я даже не помню, в России это была или нет, но обычные дома, ничего такого прям примечательного. Я почувствовала, что мне туда надо. И меня сказали, ну хорошо, ну попробуй. я попыталась прямо с точки, где я была, опуститься на землю. И чем ближе я была к земле, тем плёнка такая невидимая, она всё сильнее и сильнее натягивалась. Она мне не давала прямо вот в том виде, в котором я есть, проникнуть в тело мамы, условно, для того, чтобы она меня выносила. То есть не получалось. То есть я летила, и чем ближе я была к земле, тем вот эта плёнка сильнее натягивалась, и меня как-то тянуло обратно. И я поняла, что, наверное, меня так не пустят, что надо всё-таки, да, не в физическом теле, вот, как говорят, вот ангел спустился, да, а как он спустился, никто не понимает. То есть есть границы миров, и если ты не знаешь, как эту границу переходить, конечно, будут проблемы. Но на тот момент, видимо, я не задавалась этим вопросом. Вот я не могу припомнить, чтобы меня это как-то волновало. Просто знала, ну нет, значит, я другим путём пойду. Это не имеет значения. И когда, действительно, я помню, как мама меня вынашивала, как я ждала, что я даже раньше вышла, да, на свет Божий, раньше родилась. Ну нет, ну видно, папа прицепом как-то шёл к маме. Я чувствовала, вернее, там так, вот когда ты находишься там ещё и выбираешь родителей, ты почему-то из миллиарда-миллиардов сердец чувствуешь, как бьётся одно. и ты чувствуешь, как оно бьётся, какое оно. Вот именно вот это, у нас же душа, она в сердце, и на тонком плане, когда смотришь, действительно, душа, она в сердце. Это называется сахарный такой человечек, за которым все захватчики земли гоняются и очень хотят стащить, ну, чтобы неповадно было хвалиться. И я помню, что люди ходят, что-то там, да, вот на этой земле, но ты из миллиарда-миллиардов человек, ты чувствуешь, как в физическом теле бьётся вот это тёплое нечто такое, что тянет к себе. И ты притягиваешься как магнитом. То есть, чтобы вы понимали, вы не в живот притягиваетесь, вы притягиваетесь, вот кто не помнит, вы притягиваетесь именно к душе. Это как резинка, которая схлопывается. И тебя несёт сквозь километры за одну секунду. Это как туннель, вот когда люди говорят, ну, плюс у меня ещё клиническая смерть была, я знаю, что это такое. Когда ты отключаешься физикой, и тебя в какой-то турбулентный такой раз и затягивает там поток. А это обратно. И ты несёшься, и тебе хорошо, тебе такое притяжение хлоп, и ты к душе, очень близко к душе подходишь. И потом чувствуешь, что ты уже поменял какую-то мерность, что ты уже отсюда не выйдешь, но тебе комфортно и хорошо. Ты почему-то развиваешься, то есть физическое тело ты не осознаёшь, пока ты не вышел. Это понятно, что там ещё такой переход, ты ещё вроде с мамой, а уже и нет. То есть непонятно. И вот это ощущение, когда ты спишь, бодрствуешь, делаешь всё под такт сердца маминого, это состояние, как будто тебя бесконечно умывают волны энергии. вот это такой кайф невероятный. Почему дети иногда выходят с запаздыванием, то есть они, ну якобы, что-то со сроком неправильно поставили, ещё что-то, они не хотят выходить именно, потому что там хорошо. Если мама любит малыша, или даже не осознает, любит она его или нет, потому что бывает так, что ребёнок родился, а потом только материнские инстинкты включаются. Но это такое состояние, ты прям чувствуешь, как эти волны энергии, они проходят через тебя, это как омывание такое, вот даже не поверхность, почему дети очень любят купаться первое время, вот их постоянно в водичку, они разлагают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова